Здравствуйте, дорогие Овны! Давно мы с вами не виделись. Давайте же сделаем для вас второй прогноз на неделю и узнаем, что ждет людей под знаком зодиака Овен с 14 по 20 августа. Итак, Овны, у вас очень такой интересный прогноз на эту неделю. Чего ожидать, чего бояться и как лучше себя вести? Во-первых, что нужно вам иметь в виду? Остерегайтесь каких-то непоследовательных действий. То есть вам на этой неделе необходимо постоянно быть последовательным и не совершать никаких резких движений, не совершать необдуманных поступков, не совершать ничего импульсивного. Так как ваша такая иногда вспыльчивая натура может сжигать мосты, то лучше не в этот раз. Здесь не нужно вам будет сжигать мосты. Здесь необходимо всегда сначала будет остудить пыл и только после этого принимать какие-то решения. То есть на эмоциях мы с вами не принимаем никакие решения. Это первое. Далее, вам необходимо вообще проанализировать, какие именно поступки, какие люди, какие события провоцируют в вас какую-то негативную реакцию. Потому что вы однозначно на этой неделе отследите повторяющиеся события. То есть одни и те же грабли, на которые вы наступаете. То есть, например, когда вы хотите сказать «нет», но говорите «да» или наоборот. Или когда вы соглашаетесь на то, что вам однозначно не нравится, что вы точно не знаете, что хотите, ну, точно знаете, что не хотите этого делать, но всё равно делаете. Либо вот где-то вы там реагируете одним и тем же определённым образом. То есть на этой неделе отслеживаете вот такие повторяющиеся события, которые провоцируют вас на вашу реакцию, которые приводят потом к каким-то там негативным последствиям. То есть вот проанализируйте. Это неделя рефлексии. И на самом деле событий, таких провоцирующих вас, будет достаточно много. То есть на этой неделе вы можете раздражаться, вы можете испытывать гнев. Вас могут там бесить какие-то люди, какие-то события, ситуации. Что-то может вас легко вводить из себя. И хорошо, что вы услышали этот прогноз, потому что это то, что даст вам подсказку, как лучше себя вести. Вот лучше всего, если вы будете жить в режиме энергосбережения. Знаете, вот придумайте себе какую-нибудь мантру типа «ну похер». Или вот что-то типа того, какой-нибудь фразы, которая вам наиболее хорошо ложится на ум, которую вам легко произнести. И вот в какой-то такой не очень приятной для вас ситуации просто скажите «ой, ну похер». И всё. И успокойтесь. Сначала вот просто нужно принять решение, что вы машете на всё рукой и не принимаете ничего близко к сердцу. Потом, когда действительно буря утихла, трезво оценили ситуацию и принимаете решение не на основе чувств, а на основе рационального мышления. Вот. И у вас совершенно точно это получится, потому что карты благоприятные. Карты в совокупности говорят о том, что неделя-то удачная. И если вы сможете победить вот этого своего зверя, если вы сможете его оседлать, то правда окажется на вашей стороне, и вы соберёте все выгоды, которые только можете. Вот такой вам прогноз на эту неделю. Желаю вам удачи. И буду рада, если поделитесь своими историями, как проживёте в эту неделю. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok